Беларусь не перестает удивлять. А здесь страна космическая и ядерная держава. Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. Атомная энергетика, космонавтика, другие направления. Это новое направление развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета. Но в этой схеме явно чего-то не хватает. И вот радостная весть. Порт в деревне Нижней Жары Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Об этом сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. Андрей, пожалуйста, уточняйте, что вам в кальян засыпали, мы за вас волнуемся. 12 ноября министр финансов рассказал, что Беларусь и Россия договорились о новом госкредите в 2019 году. Не спешите возмущаться, в этот раз на кредитные деньги не будут строить очередные резиденции и ледовые дворцы. Я пробовал подойти, размышляя к этому вопросу с другой стороны. Кто должен платить и может платить, тот должен платить. Деньги пойдут на оплату старых долгов России. Но, увы, к сожалению, формула такова. 11 ноября в Бресте на площади Ленина проходила традиционная акция протеста против строительства аккумуляторного завода. Протестующие неоднократно приглашали на свои мирные акции председателя обл.исполкома Анатолия Лиса. И Лис пришел. Правда, не Анатолий, а ростовая кукла. Скучающая МОН принял решение задержать Лиса. Дети играли. Дети играли. Ну что это вы? Вы в Акции или нет? Это куша? Это же москоро. Теперь дорогие движения. Иди в детстве. У нас в детстве. Очевидно, у ребят из ОМОНа было трудное детство, и они не могли себе позволить такие развлечения. Здравствуйте. Твой трудный возраст, смятая постель. Ну а плакать лучше в дождь или в метель. Чтоб никто и не подумал, что слаба В шестнадцать лет Твоя душа Либо явность, либо ребятам захотелось ролевых игр. К удивлению, куклу не осудили. Скорее всего, не хватило креатива в составлении протокола. Вот позиции судей моральные. Поэтому это безобразие сплошнейшее. Я его иначе объяснить не могу. 12 ноября в Минском торговом центре «Арена Сити» обвалился потолок. Двое человек госпитализированы. Во время открытия «Арена Сити» тогдашний руководитель Мингорисполкома Николай Ладудько заявил, цитата, «приятно, что такой комплекс построила белорусская компания, которая будет продвигать и белорусские товары, в отличие от зарубежных операторов». Конец цитаты. Напоминаем, скоро состоится открытие белорусской атомной электростанции, которую строят наши отечественные парни. Ввиду сегодняшних событий, на открытие в острове с президент не поедет, отправит Мишу Мясниковича. Он старый, его не жалко. Десятки тысяч болгар вышли на улицу и заблокировали въезды в страну в знак протеста против повышения цен на топливо на автозаправках. Тем временем в Белоруссии 11 ноября в 20 какой-то там раз подорожало топливо на АЗС. Повышение цен на топливо на одну копейку позволяет адаптировать потребителей к росту, а также контролировать ситуацию по росту, исходя из возможного колебания. Со слов главы концерна, продажа топлива на внутреннем рынке глубоко убыточно, что не может перекрыть ни экспортные меры. Миллионы белорусов провели кухонный протест под лозунгом «Мы еще потерпим». О, блядь, я горю! Жопа горит! Подушите мою жопу! Субтитры сделал DimaTorzok